Приветствую вас на моем канале и эта серия видео будет посвящена разработке устройств для тестирования электромагнитных реле. У меня уже на канале был простой пробник на тени 13, который позволял определять состояние контактов реле, подгорели они или нет, нормально ли они переключаются. И обычно этого достаточно. Устройство отлично работает, я им пользуюсь на своей работе. Индикация просто на двух светодиодах. Но, как я говорил, появилась идея сделать серию устройств для тестирования различных электронных приборов. И начнем вот с электромагнитных реле. Как бы необходимости лично у меня в таком функционале нету, но просто было интересно и для тестирования, к примеру, китайских реле это устройство будет полезным. Итак, вспоминаем устройство электромагнитного реле. Это сердечник, на нем намотана катушка, ну условное здесь изображение. По катушке пропускаем ток, подаем питание, она притягивает якорь, который в свою очередь сдвигает контакты. Здесь может быть разное количество контактных групп, которые работают как на замыкание, так и на размыкание, переключение и прочее прочее. Пробовал найти документацию, в которой указаны как бы все параметры электромагнитного реле, но мне это не удалось. Поэтому придется как-то, ну самому объяснять то, что я имею ввиду. Вот пример документации, температуру понятно, тестировать не будем. Максимальный параметр для контактов тоже тестировать не будем. Это напряжение пробоя там между ними, максимальный коммутируемый ток и прочее. Далее, время срабатывания. Вот эти два параметра мы будем измерять. Это время срабатывания, то есть когда мы подаем катушку на реле, от момента подачи питания до момента, когда контакты у нас переключились, это и будет время срабатывания. Измеряется в миллисекундах. В некоторых применениях это значение может быть критичным. И время отпускания, то же самое, но наоборот. Время от того, как мы сняли напряжение с катушки до ее переключения. Далее, сопротивление, ну как побочное будем измерять. Ток, здесь указан ток срабатывания, ток отпускания. Я буду измерять напряжение срабатывания и напряжение отпускания. Потому что я думаю, что это более корректный параметр. Ну, в общем, мою программу я вам покажу, предоставлю. А кому надо будет именно ток срабатывания и отпускания, то можете программу переделать. Проблем с этим, я думаю, не будет. То есть я измеряю напряжение срабатывания, минимальное напряжение, при котором реле сработало, переключилось. И также напряжение отпускания, то есть максимальное напряжение, при котором реле отпускается. И ток, и сопротивление катушки мы будем замерять при номинальном напряжении катушки. Сразу говорю, питаться у меня устройство планируется, пока я его еще полностью не закончил, от одного литий-ионного аккумулятора. По этой причине я, скорее всего, не смогу тестировать реле с катушками на 5 вольт. Поэтому устройство рассчитано на тестирование двух типов реле, у которых номинальное напряжение катушки это 12 вольт и 24 вольта. Наиболее распространенное. Прибор будет определять, какое его номинальное напряжение реле, потом его выставлять и при этом напряжении измерять ток потребления катушкой и его сопротивление. Так, измеряем напряжение номинальное, отпускание, срабатывание, ток потребления, сопротивление катушки. Это то, что у нас касается входной цепи. По выходной цепи у нас будет время срабатывания, время отпускания и также контроль дребезга. Если дребезг и сколько он там длится. И отдельная функция будет та же самая, которая выполнена у меня на Tine 13 была. Это многократное переключение контактов и контроль их состояния. А, еще сопротивление переходное контактов, когда они в замкнутом состоянии, какое у них сопротивление, тоже будет измеряться, пока я это еще не сделал. Вот, ну давайте рассмотрим схему. Начнем с контроллера от Mega 328P, потому что у меня используется дисплей SSD 1306, а ему нужна большая библиотека, поэтому используется большой объем памяти. Если использовать дисплей 1602 с переходником на это усиление, к примеру, то в теории может быть и влезет в отмегу 8, но это не точно. Quartz 12 МГц на плате, разъем для программирования, подключение устройств, используется внутренний источник опорного напряжения 1,1 В примерно для отмега 328P. Ну, в общем-то и все, что у нас по контроллеру. Для измерения сопротивления замкнутых контактов реле используем 16-битный АЦП ADS-115 в дифференциальном включении. К этому мы попозже еще вернемся. И дисплей, подключаемый по A2C, SSD 1306. Далее, так как питается устройство от одного литий-ионного аккумулятора напряжением от 3,3 до 4,2 В, а реле, которое мы будем к нему подключать с катушкой на 12 и 24 В, то необходимо получить такое высокое напряжение. Я использую повышающий импульсный преобразователь по обыкновенной буст топологии. Здесь конденсатора вот этого нету на схеме, то есть он поставлен, чтобы было посадочное место для катушки. Ну, в общем, вот таким образом схема выглядит. Здесь кондер большой емкости по питанию непосредственно возле преобразователя. Транзистор в корпусе D-PAC в моем случае с как можно меньшим сопротивлением открытого перехода, с максимальным напряжением сток и сток не менее 30 В, и максимальный ток стока, ну, там не менее 5 А, но при малом сопротивлении он и так будет очень маленьким. В общем, сопротивление перехода должно быть как можно меньше. У меня оно, по-моему, там 50 мОм. У транзистора, который использую я, это вроде бы 70T03 марка, управляет преобразователем микроконтроллер, подавая шим-сигнал частотой 50 кГц на затвор транзистора. Регулируя скважность шим-сигнала, мы можем регулировать напряжение на выходе. Здесь катушка индуктивности. Для моей частоты не менее 680 микрогенри. Готовая заводская удалось у себя найти. Далее, диод, тоже не обращая внимания на название, здесь должен стоять диод шотки. На напряжение, опять же, не менее 30 В, и прямой ток не менее 1 А. На выходе электролит большой емкости, делитель напряжения, и с него напряжение поступает на вход АЦП микроконтроллера. С помощью процедуры оверсэмплинга мы получаем 12-битное разрешение этого АЦП для контроля выходного напряжения преобразователя. Еще раз, регулируя скважность шим-сигнала, который сюда поступает, мы можем получить на выходе напряжение от напряжения питания почти до, в моем случае, 25 В. Это напряжение мы подаем на катушку. Вот у нас испытуемое электромагнитное реле. Катушка подключена сюда. А тут я изобразил шотки. Да, ну клево. Здесь можно любой диод защищает от выбросов напряжения, ну, с обратным напряжением не менее 30 В. Подаем питание с преобразователя. Транзистор такой же, как и в преобразователе. Подает питание на катушку реле. И резистор, который используется в качестве шунта для контроля тока через катушку. Падение напряжения на вот этом участке. Транзистор считаем, что там 0, грубо говоря. Все равно потом подстраивать. И здесь резистор. Отсюда снимаем напряжение, подаем на АЦП микроконтроллера. Через резистор 10 кОм, который, надеюсь, спасет наш фотоцп от выгорания. Контакты реле. Меня несколько раз в комментариях просили рассмотреть устройство миллиомметра. То есть прибора, который измеряет малые сопротивления. Ну, я думаю, самый оптимальный принцип здесь один. Это пропускание через измеряемое сопротивление определенного тока. В моем случае ток там около 83-84 мА. С помощью стабилизатора с регулируемым выходным напряжением. Опорное 1,25 мА и резистора в виде шунта. Мы получаем на выходе стабильный ток, величина которого определяется вот этим шунтом. Нагрев небольшой, поэтому корпус стабилизатора у меня в виде SMD компонента. Подаем этот ток на контакты реле. И если у нас контакт замкнут, через него идет ток. И с помощью 16-битного ЦП ADS-115 мы измеряем падение напряжения именно на вот этом замкнутом контакте. То есть между этой точкой и вот этой. В дифференциальном режиме, то есть мы измеряем падение напряжения не между контактом и землей, а именно между одним каналом АЦП и другим каналом АЦП. Для другого контакта, опять же, между этим каналом и этим каналом АЦП. Откалибровав прибор, то есть запомнив сопротивление соединительных проводов, которые идут до измеряемого резистора или до реле, мы можем измерять малые сопротивления до долей милиома. И еще один узел, это вот сюда подается питание с реле на транзистор. Если контакт замкнут, то на этом резисторе создается падение напряжения порядка 1 вольта. Оно открывает биполярный транзистор, и здесь мы получаем логический уровень 0, если напряжение подается, которое контроллер обрабатывает. Видит, что контакт вот этот замкнут. Если контакт разомкнулся, то транзистор закрывается, и здесь логическая единица. Так как у АЦП ADS-115 у нас быстродействие довольно низкое, на одно измерение в моем макросе уходит порядка 12 миллисекунд, поэтому вот эти узлы служат для быстрой работы с реле, быстро определять замыкание и размыкание, и также дребезг контактов. Также если закрыть транзистор, то здесь АЦП может измерить напряжение питания нашего литий-ионного аккумулятора, минус падение напряжения на диоде. Таким образом, без лишних цепей можно контролировать состояние аккумулятора, и выводить степень его заряда на дисплей. Что еще по схеме? Наверное, пока все. Печатная плата выглядит вот таким образом. Четыре провода обычным образом кидается. Это на вывод reset здесь проводник синий, и с АЦП на контакты, идущие на контакты реле. Таким образом выглядит плата. Корпуса транзисторов D-Pack, и этот 189 или кто стабилизатор тока в нашем случае. На обратной стороне дисплей, АЦП, катушка реле вот здесь вот, конденсаторы, ну и прочее. Проводить симуляцию в протеусе данного устройства довольно сложно, поэтому почти никакая отладка здесь не производилась. Все проверялось именно в железе. Еще раз повторюсь, да, это очень-очень узкая специализация, скажем так. Мало кому это будет необходимо. Но мне просто было интересно, поэтому спроектировал это устройство, и надеюсь, что все-таки кому-то оно пригодится.